Дорогие соотечественники! Говорят, что Господь перед тем, как наказать кого-либо, лишает его разума. А в народе говорят еще следующее. Не рой другому яму, ибо сам в нее попадешь. То есть закон бумеранга действует всегда и везде неотвратимо. В нашей сегодняшней передаче речь пойдет именно об этом. То есть о попытках перекроить карту Европы после Второй мировой войны. И к чему это приводит. Ну давайте посмотрим. Развал Югославии. Море крови, море горя, пожарище. Затем последовал развал Советского Союза. Сколько горя принесло и сколько еще принесет. Затем шевельнулись Шотландия, затем шевельнула страна Басков, потом Каталония, Корсика. Действует некий эффект домино. Вот тот самый эффект бумеранга в этой ипостаси, о которой мы говорили только что. Ну давайте посмотрим. Вот сейчас попытки реваншистов, националистов, ура, так сказать, деятелей без мозгов, начинаются. Значит, Польша вспомнила о Западной Украине. На банкнотах появился город Львов, кстати, бывший престольный королевский город поляков. Венгры вспомнили о Чопе, Ужгороде, Берегово. Вспомнили они и о Трансильвании. И вот недавнешние манифестации у Секуев, их Секемин называют, у венгров Трансильвании, когда они увидели, что тут пошел разговор о претензии на Басарабию, они тоже задали вопрос, а тогда мы хотим в Венгрию. И вот так повсюду, где кто-то пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и границы, возникают большие проблемы. Это я к тому, что у нас некоторые деятели пытаются тут устраивать всякие манифестации в соответствии со столетием Марио Нири, много денежек получили на это, мутят воду. Тут же получают вот по этому самому закону бумерангу себе по голове у себя в Трансильвании. И вот о том, насколько все это глупо и дико, вот эти все реваншистские, все ультра-националистические движения, насколько они несут беды не только всей Европе, но и своим собственным государством, и не только соседям, Вот мы поговорим сегодня с Валерием Демиденским, человек, который в этой теме понимает намного больше, чем многие другие. Валерий, здравствуйте. Спасибо за приглашение, за такое лестное представление. Мне кажется, тема очень неожиданный оборот появляет. Нас тут пугают, запугивают. Мы вам тут всю вашу государственность развернем. Мы тут пересмотрим все эти молотов, репентропов, пакты. Мы все вернем. Нам плевать на Парижские соглашения послевоенные 46-го года. И мы смотрим это и в Прибалтике, и в Польше, и в Румынии, и в Венгрии, все эти движения. Вот, и в Болгарии тогда тоже ребята говорят, подождите, вот этот квадрилатер, там, Добружа и так далее, да, конечно, болгарский. Что же за Катавасия? Что в головах у этих людей? И кто стоит за этим? Большое интересно. Но есть такое пословице. Ведь ты не забывай, ведь и Шотландия, и эта самая страна басков, и Каталония, и Корсик, а Северную Италию забыли. И Курды. Да, да, да. То есть, посмотрите, что делать. Что нет, да. Ну, вот есть такая старая пословица, да, посеющий ветер пожнет бурю. Мы можем стать свидетелями этого. К сожалению, часто бывало так, что некие политики, устраивая вот эти шоу, да, именно не в целях перекройки границ, не в целях, там, изменить, увеличить свое государство или уменьшить его. Внимание, Валера, маленькая деталь. Ведь, смотри, сами политики, как правило, говорят, не-не-не, мы не собираемся. Но я говорю, реваншистские, ультранационалистические силы. Ты посмотри на Ваканалию сейчас, в Польше, на Украине, ты посмотри, там эти бандеры что-то там пожгли, или там что-то разрушили в Польше, а эти украинцы, соответственно, в ярости. И пошло-поехало. Что вот такое? Да, безусловно. За силами-то кто-то стоит, деньги стоят. Да, зачастую бывает так, что это некие такие сценарии, которые проводят заинтересованные политики, заинтересованные, может, в каких-то неглобальных решениях, в каких-то местных там решениях. А-ля Басевску. Выборы там. А-ля Басевску. Возврат в политику, да, немножко заработать денег где-то на эти самые... Но мы знаем в истории массу примеров тому, когда вот этот ребенок, которого они взращивали, потом пожирал их. А, ты помнишь? Это знаменитая фраза, что революция пожирает своих детей. Так и здесь происходит, да. Так и здесь происходит. Потом разведываются войны, потом... Ну, слава Богу, сейчас есть... Если такое подходит выражение, слава Богу, к ядерному оружию, но сейчас есть ядерное оружие, поэтому я думаю, что если бы не было, то давно была бы, наверное, и третья, и четвертая мировая война запеределась его. Но так человечество устроено. Оно само в себе копает яму, усиленно причем. Покойный Стивен Холкинг об этом сказал, которого сейчас хоронят рядом с... Великий физик. Да, великий человек. Великий человек, который хоронят рядом с Ньютоном, да. И вот, поэтому, к сожалению, это так, да. Да, человечество, ты как историк лучше меня знаешь, что история... Я логик, я математик больше. История только учит только тому, что она ничему не учит. Совершенно верно. И делать выводы из прошлого мы, к сожалению, не научились. Ну, что сделать? Вот у нас в республике тоже наблюдается такая картина, когда в премьерном году очень хочется раскачать унионистские настроения, патриотические настроения, опять разогнать... Перехватить электорат. Да, 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 опять разогнать электорат по этим квартирам, да, какой тут борщ, когда такие дела на кухне, какие вопросы про миллиард, здесь родина пропадает, да, да, и так далее, да. Вот, поэтому вот к этому делу. Ну, а я говорю, что это очень опасно. Опасно, потому что как бы потом эта ситуация не выскочила... С бумерангом, как мы говорили. Да, с бумерангом не ударила. Ударит не только нас, но и ударит и Румынию, и ударит и Украину, и ударит весь этот регион, который, как называете его, да, пороховой погреб Европы, да? Да, нестабильность. Нестабильность, да. Здесь было столько перекройки границ, здесь столько было... Войн и горя. Войн и горя, да, что научиться, конечно, жить в мире с уважением друг к другу очень сложно. Вот, вот, непросто, да, но, тем не менее, вот... Нужно, необходимо. Нет, это необходимо, потому что иначе... Не выживем. Не выживем, да. А, к сожалению, вот у нас вот эта политика, да, когда у нас людей разделяют на выборах, вот, и партии разделяют, ну, она приводит... к вот таким опасным результатам. Я думаю, что у нас еще эта опасность есть в том, что ситуация в стране после 25 лет независимости очень нестабильная. То есть то, что людям обещали 25 лет назад на площади Великого Национального Соборда... Свободу, демократию, свободный рынок, процветание, так далее, так далее, все закончилось, так сказать, полным крахом. И те люди, которые это все обещали, те люди, которые все это проводили... Кто обогатился. Да, кто на этом обогатился, не понесли никакой ответственности. Более того, эти люди... А мы видим, что в парламенте и в правительстве не особо так сильно все меняется. Депутаты... Те же, с 90-х годов, да. Вот. Поэтому вот эти люди, не понеся никакой ответственности, придумали сейчас новую фишку. Уважаемые избиратели, тех, которых мы надули на площади Великого Национального Собрания, теперь ваши проблемы будут решать Европейский Союз. А еще лучше Румыния. Понимаете? Так просто все, да? Вот теперь все вопросы к ним. И вот наша зачарованная... Они вам чеки пенсии дадут, свеж пенсии дадут. Да, 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 конечно, да. Особенно экономика Румынии. Я с умилением слушаю уважаемых людей, которых я очень уважаю, да, потому что я знаю, что они серьезные историки, серьезные политологи. Но врут посерьезно. Но когда они говорят, что вот стоит присоединиться с Румынией, и там будет у вас такая же пенсия 400 евро, как у некоторых румын, да, у некоторых, не у всех далеко румын, я всегда спрашиваю, ребят, вы кого обманываете? И за чей счет это будет? Да, да, вы кого обманываете? В экономике это строгая дисциплина. Там не бывает, что вот сложилось и в два раза увеличилось. Обычно бывает сложилось и в два раза уменьшилось. Всегда, потому что то, что в чугунке, да, оно не распухает. Да, да. Спросите теперь у румын, они согласны с нами разделить пенсии пополам? Я думаю, что если провести в Румынии референдум с вопросом, согласны ли вы ополовинить зарплаты пенсии, да, зауниривать, то сцена будет примерно такая же, когда Остап Бентер собирал свидетелей преступления Паниковска. Помнишь, когда я попросил, моментально площадь опустела. Так, говорит, записывают, кто желающий. Никого нет. Вот поэтому я говорю, что это просто людей в очередной раз обманывают с тем, чтобы уйти от ответственности, не отвечать на эти все вопросы. Отвечать надо по той простой причине, что никто нам не создаст и ни экономику не поправит, и не воссоздаст страну, и не обеспечит процветание, как только мы сами, проводя свои интересы. А так, конечно, люди продолжают смотреть и ждать. Какие-то стучные стада экспертов мне рассказывают про принципы и ценности. Вот сегодня, вчера арестовали Саркази, это тоже, в принципе, и ценности. Подожди. Занять денег у Каддафи, да? Здорово, Муамара Каддафи. Да. Занять денег у Каддафи. Чтобы вожи убить, убрать свидетеля и не вернуть деньги. Да, да. Красиво. Очень красиво. Очень красиво. Поэтому у нас это для нашей страны, для этого не нужно. Урок. Для нашей страны даже не нужна война. Конечно. Можно будет вот так просто вывести миллиард, а потом еще второй и третий, да, а потом будут очарованные странники слушать рассказы премьера о том, что скоро у нас будет табло, да, где-то табло, где должны были показывать, как миллиард возвращается, и никого-то не интересует, понимаете, все ждут принципов и ценностей. Валера, знаешь, мне всегда нравится с тобой передачи проводить из-за того, что тут же в студии появляется великое чувство, чувство юмора, потому что человечество только смеясь, кто-то сказал, способно распрощаться со своей дурью и ошибками. В этом что-то это и есть. Но даже далеко не каждый человек, обнаружив отсутствие кошелька, способен смеяться. Да, у нас, скажите, смех очень такой горький и тяжелый, по той простой причине. Но лечебный. Да, но лечебный. И, Валерий, вот я что, спасибо, ты знаешь, что я вспомнил? Я вспомнил одну историю. Вот помнишь, когда в 98-м году рухнул тогда рубль, и у нас на всем постсоветском пространстве миллионеры, мультимиллионеры за час вдруг разорились и остались без штанов, и вот я помню такой случай. Я как-то у нас там во дворах, а те времена были лихие, вот бандиты в каждом районе, весь Кишинев, там и вся страна, и тут, и за Днестром было поделено на эти вот досмотрящих и все такое. И вот, значит, меня, вот бандиты почему-то очень уважают профессоров, не знаю откуда, вот для них это какой-то особый народ. И вот у нас один из местных королей. Ну почему особый народ? Ты же помнишь, в «Джетменной удачи», самый главный назывался «доцент». Да, 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 а тут профессор. И вот этот парень, жалко, его там убили в какой-то разборке, крутые, лихие были времена, я их помню. Ну и это самое, разговорился, я сидел на лавочке, он подошел, говорит, профессор, здравствуйте, там, знаешь, ему приятно, наверное, вот все такое. Ну и мы разговорились. А я как-то бельский парень, я всю эту среду очень хорошо с детства знаю. И, кстати, очень много там есть и разумных людей по-своему, по своим понятиям живут, по своим законам. И вот я узнал, что они какого-то миллионера, так сказать, несостоявшегося, который в 98-м году все грохнулся, бизнес, помнишь, что творилось. Он, это самое, у них оказался в больнице, и они все бегали к нему с лекарствами, грозили врачам, что с этим миллионером что-то случится, Кузькину мать, подожгем больницу. Я ему говорю, послушай, а что вы так за этого человека? Он говорит, Виктор Иванович, он говорит, нам должен. И что? Он сказал, ребята, если вы хотите, чтобы я вам бабки вернул, вот вы за меня старайтесь больше всех, а я вам точно верну. Вот мне кажется, с этим миллиардом, знаешь, похожая история. И, ребята, вы нам продолжайте давать власть, и мы вам точно вернем миллиард. Вот из трагикомедии. Сижу предание, да. Не похоже ли это? Те же политики, при которых миллиард был уворован, обещают нам его вернуть. То есть, это знаешь, как получается, как это, Евро этот самый, как Альянс один, обанкротились этим на избирателя грать. Ребята, еще нам немножко дать, и времени будет вам Европа во. Второй Альянс снова обанкротится. И тоже, еще чуть-чуть, и мы к светлому будущему. И так три раза, да, подряд, вот на четвертый сейчас соблазняют. И когда вот на третий раз, помнишь, Гимпу там башмаком или ничем его там, и кричали, что он Иуда, вот так сидишь и думаешь, ну, он обычный деловар, какой он предатель Иуда. Ну, обычный политикан, жулик, проходимец от политики. Ребята, это вы виноваты в этом. Вы его три раза, еще, не дай бог, еще на четвертый. Ты согласен? Как ты думаешь? На меня многие обиделись за то, что я смотрел по социальным сетям, за то, что я сказал, что если бы не Плохотнюк, который посадил господина Кертоку, наш народ бы его еще два-три раза избрал. Точно. Я не прав? Абсолютно. Потому что... Потому что мы, опять же, верим, как вот этот Иванушка-дурачок в сказке, по щучьему велению, по своему хотению. Не хотим открыть глаза и смотреть на факты. Мы готовы верить, что, допустим, ту же войну на Ближнем Востоке, в Ираке, Сирии, Ливии развязали в интересах народов, демократии, процветания и свободы. И ценностей. А реальные ценности после этого исчезли? Где деньги когда-то? И вот когда... Где иракские деньги? Когда спрашиваешь, а вы не замечали, как когда-то, допустим, с тем же Саддамом Хусейном, семья Буши целалась в засос? Помнишь эти сделки? Да, фильм был. Да, да. И мы полно знаем примеров в Саудовской Аравии, где нетрадиционным сексуальным меньшинствам режут голову на площади. Да, и забивает женщины за измену камнями. Да, да. С толерантностью. Говорят, знаете, у них свои ценности, мы их должны уважать. Так почему нельзя уважать в других странах другие ценности? Ты знаешь, вот наблюдая избирательную кампанию в России, я вдруг прошел к такому выводу, что вот эта пропагандистская, дурацкая, идиотская кампания о принципах и ценностях, она подходит своему краху. Почему? Потому что у многих народов появилась прививка против этого. Мало того, чувство отторжения. Да, да, в России, например, есть прививка. Почему? Потому что если пора наблюдать, вот как сокращались голоса те, которые отдают за кандидатов либеральных, то еще на прошлых выборах мы имели, по-моему, там что-то 12-16. На Болотную площадь вспомнили. На Болотную площадь и так далее. То сейчас на этих выборах либералы получили... И можно что угодно говорить, но люди их не поддержат. Потому что у них действительно состоялась вот эта прививка. Они вдруг поняли, я не говорю о том, что мы должны выступать в противостоянии между Россией и Западом, и с кем-то. Мы просто должны думать о своих интересах. Так же, как о них начали думать в России, слава Богу. Потому что в 90-е годы никто не думал. В конце 80-х годов тоже никто не думал. К чему это привело, мы знаем. Не потому, что я там ностальгирую по Суслову или по КПСС или так далее. Я ностальгирую о том, что мы то богатство, которое было нажито потом и кровью... Раскокали? Мы просто взяли и, знаете, раздали. А экономику разрушили? Да, и угробили, да. Экономику разрушили? Еще никто не спрашивает. А почему, что же такое получилось, что 25 лет... Какие ценности мы за ним получили? Да, 25 лет мы впитываем ценности, да. И принципы. Да, и принципы. И мы живем по тем же, извините, советам. И вдруг после 25 лет жизни по этим советам выясняется, что оказывается, мы настолько тупой народ, что нам невыгодно производить даже овощи, фрукты, вино и так далее. То есть мы не должны этого делать, а наша ниша, международно признанная мировым разделением труда... Гастарбайтеров. Да, гастарбайтеров. Производство гастарбайтеров. Да, производство гастарбайтеров. То есть те, кто будет заниматься самым таким низкооплачиваемым и низким трудом в Европе. Это была наша цена. Наш главный продукт. Да, да. Так надо было говорить об этом на великолепном собрании. Смотри, Валерий, а вот чего не понимают. Вот возьмем такие страны, которые не обладают какими-то ни нефтью, ни газом, ни какими-то сокровищами. Возьмем Японию. Ну что там? Вот шельф, береговая линия, остальное скалы, горы. И посмотри, какая мощнейшая экономика. Да, вроде нищая страна. Если мы возьмем тот же Китай. Чего-то я не слышал, чтобы там великие были залежи нефти, газа, вон, или металлы, и все. Не очень-то там, правильно? И посмотри, какой рывок. А Корея, что она славится какими-то особыми приисками, там тоже нет. То есть люди и есть самое главное богатство страны. А мы производим это богатство, и фактически это богатство потом голосует ногами, и мы теряем нашу главную базу нашей экономики людей. Потому что наше государство несет затраты на выращивание. На производство их? На производство их, конечно. Что взамен? А взамен мы ничего не получаем. Деньги от перевода от бездарбайтера. Они добавочную стоимость везут в другие страны. А теперь смотри, если вот чисто экономически рассуждая, смотри, наш человек вместо того, чтобы на своем рабочем месте у себя дома производить товар и продавать его за границу, и соответственно получать валюту и все прочее, то, что необходимо, да? Он в это время вынужден уезжать в другие страны, которые на его труде производят эти товары. И получается, смотри, один поток идут как бы деньги от него, родственникам и так далее, а с другой им же произведенный товар, который пылесосит, высасывает эти деньги. Его же деньги. Вот что получается. За исключением нескольких людей, которые рулят всем этим финансовым процессом, все остальные остаются в минусе. Но еще здесь нельзя забывать о другом аспекте, не очень важном аспекте, аспекте разбитых семей. Трагедия. Трагедия. Мы сегодня ужасаемся теми преступлениями, которые совершаются в нашей стране каждый день. Это дети, которые насилуют друг друга и убивают. Это каждый день мы видим в сводке МВД и других самоубийствах. О пустейшие села. О пустейшие села, о самоубийствах. О разрушающих представлениях, когда в семье там отец убивает сына, сын отца и так далее. Матерей убивает. Это прямой результат вот этого потери этого воспитания, потери семейных ценностей, которые воспитываются в семье. Да, потеря влияния родителей на своих детей, то, что расколотые семьи. Это семьи, которые разъезжаются по разным весям. И навсегда. И навсегда. А потом встречаются через несколько лет. И какая же это семья, да? Давай мы взрослые люди, мы понимаем это все. Поэтому я говорю, что вот эта полнейшая деградация, она приводит к нашу страну и наше общество таким очень тяжелым последствиям, да? Которые могут в какой-то момент быть уже и невосполнимыми, могут быть и необратимыми. Да, любой процесс имеет фазу невозврата. То есть мы должны об этом думать, те власть придержающие, а не только о том, какую сейчас схему нарисовать, для того, чтобы еще раз этих людей, которых они считают, я представляю, как надо презирать и как надо не любить этих людей, да, вот которые живут в своей стране, чтобы так к ним относиться и так себя с ними вести, понимаете? Ну, при этом, если вы, допустим, скажете что-нибудь, да, то вам скажут, а, вы говорите не на том языке, вы там не любите куматрию или что-нибудь, вы не патриот, да? Нет, патриотизм совсем в другом. Патриотизм в уважении того разнообразия, которое существует в нашей стране. Патриотизм в уважении друг к другу и патриотизм в уважении к тому, кем ты управляешь и к ответственности за этими людьми. И ответственность за тех, кого ты управляешь, да? Да, а мы сегодня видим череду людей. Всегда у меня чувство стыда возникает, когда ежегодно в день начала Приднецовского конфликта, в марте, у нас приходят политики к могилам погибших, на мемориал. И называют этих людей защитниками Родины, и называют этих защитниками патриотами, и начинают кричать на тех политиков, которые готовы, так сказать, выйти за рамки этого процесса и пытаться разобраться, а что произошло. А ведь это день нашей общей трагедии. Братья из той стороны. Попробуйте высказать, что это была братоубийственная война. Братоубийственная, совершенно верно. Это была братоубийственная война. И это общее горе. Тем не менее, я был удивлен, когда несколько таких чиновников, которых я уважал, они мне в социальных сетях написали, это была война с казаками и русскими, и русской армией. Я говорю, подождите, а что, люди с того берега Днестра... Не братья наши? Не братья наши, да? Нет, это были казаки и русская армия. Я говорю, так я вам скажу, что русская армия, так называемая русская армия, на 70% ставила изуроженцев наших мест, которых прислали сюда, на пенсию и так далее. То есть, ребят, вы знаете, вот тот мусор, который в нашей голове, да, вот, а я понимаю, почему это люди делают. Брат шел на брата. А знаешь, почему это делает? Я потом вдруг обнаружил, думаю, смотрю, вроде уважаемый человек, такой мне пишет, про казаков, а потом смотрю, за его заявление, он же идет в парламент. То есть, ну, он уже нашел себе избирателей, да, он же нашел себе нишу, где он будет, и он будет говорить вещь, в которую сам не верит, потому что я был ошарашен, потому что я знаю человека. Вроде не глупый. Да, не глупый, умный человек, да, он понимает все. А тут смотрю, разговариваю так, как будто, знаете, как будто в 91-м году на площади. И вот тут появляются ребята, которых в окопах в Приднестровье никто никогда не видел. Которые эту так называемую родину ничего не защищали. Которые в то время засваивали за корма родины в тылу, да. Да, перебирались потом в Бухаревский парламент, помним. Да, и сейчас тоже там околачиваются. И вот эти ребятки начинают теперь говорить. А что нам эта вся беготня, вся вот эта... Помнишь, орал тот придурок на площади, там, когда 6-7 апреля вот эти события. Говорит, а зачем нам парламент? Жги, вот, все это есть в Румынии. Президент есть в Румынии. Все есть, а что? Сожги свой дом и иди до соседа. Вот что это за идиотизм, мазохизм? Откуда корни? Трудно сказать. Знаешь, вот, с логикой очень сложного у этих людей. Почему? Потому что, когда их спрашиваешь, ребят, 25 лет назад на площади обещали мне совсем другое. А теперь, когда я спрашиваю, так как же, в Стренистном году? А это не твое дело. Подожди, как ты не мое дело? Простите. Я же вроде как родился, вырос и живу рядом с вами. И граждане на той стране. Это не важно, на каком языке я разговариваю, какие ценности разделяю. Это мое личное дело, я же вам их не навязываю. Я еще хуже скажу, вот я обращаюсь всегда к нашим телезрителям, соотечественники. Это твой соотечественник. Он ничем не лучше, не хуже тебя. Ну, видишь, разделяя власть-то всегда было, к сожалению. То есть, он как бы первым, слышишь, он призывает развалить страну и свалить, значит, в парламент Румынии. И получается, что вот он патриот. А ты какой-то понимаешь, что за бред. Я на одном телевидении однажды услышал такую фразу нашего знаменитого политкомментатора. Он тогда закричал, я помню, что унионисты создали эту страну. Здрасте. Я чуть не выпал. Что значит, что создали эту страну? Унионисты раскололи эту страну в 92-м году. Поставили на грани распада. Приднестровские события на их совести. Да, да, на их совести. Унионисты всю жизнь эту страну ставили под сомнение. И в окопы из них никто не пошел. Ну, не пошел, конечно... Давай честно говорить. Вот смотри, Адриан Паунецку, знаменитый румынский поэт. Можно любого любить, не любить. Он за Румыния Мария. Так он пошел в окопы, рискуя получить пулю в лоб со стихами. Я могу сказать одно, или вот брат Гимпу, да, можешь опять любить, не любить. Но он верил в это. Но я когда вижу этих бывших наших комсомольцев, коммунистов, агитаторов, которые перекрасили, но не верю я этим сволочам. Ну, которые были в зависимости от течения. При Воронине были коммунистами, потом становились унионистами, потом становились европейцами, но только не сыновьями своей земли, да, и не приверженцами вот тех людей, с которыми они живут. И они никогда ничем не хотели рисковать за свои же якобы убеждения. Ты знаешь, вот можно по-другому говорить, но как-то я помню один старый коммунист мне сказал, знаешь, говорит, я ни одного из детей наших лидеров и наших патриотов не видел в окопах. И самих их тем более. И привел мне пример Второй мировой войны. Дети Микояна, Хрущева, Сталина. Сын Сталина, Василий, не Василий, а Яков, да. Сын Сталина, он воевал, летал, сбивал. Да, его охраняли, боялись, что он попадет в плен, и это станет разменной монетой. И Сталин пальцем не пошли, бельнул, чтобы его обернуть. Тем не менее, да, они пошли и воевали. Сын Микояна воевал. А сын Мао-Цедона. Сын Фрунзе погиб. Сын Мао-Цедона, тоже погиб в Северной Корее. Я ничего не могу сказать, но такие были принципы, да. Вот это настоящие принципы и ценности. Коль мой народ воюет, да, я не имею права прятаться. И своих детей прятать. Да, и своих детей прятать. Но, на сожалению, в годы Принестовского конфликта дети власть имущих осваивали офисы банков. Лондон осваивали. То есть осваивали за кармар Родины. И Лондон осваивали. И когда вот эти обманутые люди вернулись в фронт, то им сказали, у вас есть полторы доллара пенсия, да. За кармар Родины уже поделены. А вам, чтобы заработать. Мы там рассказывали вам сказки про российских оккупантов. Вот теперь все на поезд. И к российским оккупантам зарабатывать деньги и прослать нам его. Красиво. Конечно, красиво. И вот никому в голову это не приходит, понимаешь? Сопоставить. Сопоставить и подумать. Люди идут, плачут, слушают эти вот... Знаешь, я бы, честно говоря, если послал бы этих людей на фронт, тогда я бы у этого памятника не появился. Мне бы совесть заела. Я бы понимал, что моя вина... Он возлагал цветы в Приднестровье, хотя этого не было, к сожалению, моему сожалению, не было, потому что он возлагал цветы к мемориалу этих погибших воинов в XIX веке, как бы в борьбе с Османской империей. Да, вот там есть мемориал. Но даже если он пошел бы и возложил бы цветы к могилам павших в XIX веке, я бы снял перед ним шляпу и сказал, да, хоть вы не виноваты в этом, в том, что это случилось, вы политик молодого поколения, но тем не менее все мы, наши политики, несут и с правого, и с левого берега. Они должны ходить на могилы этих людей, каяться и просить у них прощения, потому что кровь на них, потому что они не смогли урегулировать проблемы, стоящие перед страной, не смогли выполнить свой профессиональный долг для того, чтобы не пролилась кровь, потому что в этом их был долг, чтобы они не смогли решить эти проблемы так же полюбовно, как они сегодня решают денежные проблемы. А денежные они решают очень хорошо. Да, потому что если мне кто-то скажет, что те, кто контролирует бизнес на правом и на левом берегу враги, я ему плюну в глаза, потому что прекрасно они решают все свои проблемы, и мы знаем, как они решают, вплоть до даже незаконных и контрабандных. Именно тут прежде всего. Но самое интересное, да, вот и там, и на том берегу, и на этом берегу, да, вот несчастных людей, которых заставили довоевать, будут водить на могилы и будут говорить, вот там те виноваты, с того берега, с того берега. То есть продолжают линию брата убийства. Да, да, и она продолжается до тех пор, пока находится, извините меня, я не хочу говорить плохо о наших людях, но все-таки у нас есть дураки, которые в это верят. И пока вот есть такие дураки, да, вот как в песне о Куджаве, да, обманом стало быть, жить нам с обманом стало быть с руки, да, пока на свете существуют дураки. И вот если добавить тому, что ты сказал, что я бы вообще бы считал, что это было бы верхом справедливости и порядочности, чтобы и Дадон, и руководитель, так сказать, Приднестровья, чтобы они вместе возложили и там цветы, и вместе тут. Вот это было бы великим событием. И было бы прекрасно, если бы даже вот люди с нашего цеха, журналистского, да, когда-нибудь написали честную и справедливую историю. А что случилось в 19-м году? Потому что с многими даже сегодня ура-патриотами, да, которые сегодня кричат о сепаратизме, о Российской империи, угрозе и так далее, и так далее, я в начале 90-х годов общался, это были совсем другие люди. Это были люди, которые требовали призвать в парламент, да, вот, хотя бы даже того же министра обороны и спросить, а как так получилось, что людей завозили в Бендеры, да, оружие везли сзади и их там расстреливали, да, вот, в чистом поле. Это же люди погибли. Я разговаривал с этими людьми, вот мы когда снимали фильм. А кто-то нагревал руки. А кто-то нагревал руки. Все это дело было покрыто, тихо, ша, ну как же так, мы сами себя потащим на суд, да. Но самое страшное, что эти люди не спросили до сих пор, а почему это случилось, а почему люди погибли, а почему в нашей стране без войны, без вины люди, которые жили в одной стране. И брат на брат пошел. И брат на брат пошел, и мы получили тысячу погибших, многие тысячи ставших коллегами, беженцами в собственной стране. И за это до сих пор никто не ответил, потому что нашли очень выгодный такой, кто виноват, конечно, мифическая русская армия, которая состояла на 70% из нашей страны, понимаешь. Вот наглядный пример, когда мы не хотим просто разбираться в том, что произошло. А вот когда мы не хотим, когда мы готовы... Вот мы имеем сейчас как раз все эти магнистации унионистов. Мы имеем сейчас, будем меть на площади, да. И никто не спросил, скажите, пожалуйста, унионистам нужно... Это было тогда, и это похоже. Унионистам нужно Приднестровье? Господин Асталеб, когда он взял на вопрос, где заканчивается граница, да, и сказал, ребята, вы отказываетесь в Приднестровье? Тогда скажите это честно, и не мучайте этих людей. Они бы от Гагаузии отказались. Почему? И вот сейчас мы вернемся к Трансильвании. Мы должны ответить честно на эти вопросы. Если мы идем, пускаем весь этот регион, да, в каких-то политических целях мелких, так сказать, в эту дробилку, да, и начинаем людей мутить, как в 1992 году, то мы должны понимать, что, наверное, надо будет нести ответственность за это дело кому-то. Но многие научены горьким опытом 1992 года, когда одни погибали... Поняли, что ответственности никто не понес. А те, кто посылал, и те, кто закручивал этот махарик, не понес никакой ответственности. Только обогатился. Вот сейчас люди думают, с ними можно еще раз так, знаете, можно еще раз. А почему им не нужно? Раз люди позволяют это. Миллиард украли, а так еще мы пошлем их же воевать друг с другом, да. Вот они еще там побьют друг друга, а потом будут долго ненавидеть, ходить на могилы, возлагать цветы. А мы будем их грабить. А мы будем их грабить, потом еще продумаем и третью, и четвертую войну. И, Валерий, вернемся, как бы, вот к этой нашей теме бумеранга о попытках переделывать границы после Второй мировой войны. Вот реваншизм и ультра-национализм. Давай посмотрим. Значит, получается, что в Куньсгоре эти ребята начинают опять претендовать на Бессарабию, по Ментру, Меневску и вся эта вот дребедень. Тогда возникает следующий вопрос. Хорошо, ребята, понятно. Значит, Румыния унитарная страна. А теперь Секеи и Венгры из Трансильвании говорят, Подождите, у них есть вот Гагаузия в Молдове, автономия от его, правильно? Есть там сепаратистская, как хочешь, называй, но при Дестрове. Хотя там с паспортами Молдовы, граждан Молдовы, ведь мать-мужья. А мы что? Как же так? Ведь если вспомним историю, Валерий, то история была такова. После Второй мировой войны, помнишь, Черчилль со Сталином на салфетке, это все помнят, делили Европу. Я тебя хочу поправить. Ту знаменитую записку написал не Сталин, ее написал Черчилль. Вот. Ее написал Черчилль, которого я приехал в Совет Европы, да, в Пасе, и увидел там бюст Черчилля как великого демократа. И никто не говорил, что Черчилль называл Ченкайши желтолицей обезьяной. Никто не говорил, что Черчилль расстреливал из пушек. И как Черчилль называл идицев. Нет, ну с Иосифом Виссарионовичем они точно поделили карту Европы. Да, когда Иосифа Виссарионовича называют Сталина, я далеко здесь не хочу защищать Сталина. Но они были силой тогда. Нет, нет, Виктор, я говорю тогда, что Сталин, которого сейчас называют бандитом, дело имел с бандитами. А как с ними? А кто такой Черчилль, если не бандит, который расстреливал миллиону людей из пушек прямой наводкой и считал индусов недорасой? Кто такие были европейцы? Хорти был демократом. Антонеску, Муссолини, Франко. Давай перечислять дальше. Пилсуцкий. Кто они были, если они не были диктаторы, бандиты, которые грабили все заморские территории? Да, Россия была уникальной империей, которая аккумулировала, так сказать, колонии, но она насажала там такой же порядок, как и у себя. То есть она, наоборот, больше давала своим колониям, и метрополия часто жила хуже, чем колонии. А мы не имели заморских колоний, поэтому не грабили их так, как грабила вся Европа. Сейчас наши хомячки, которые ездят на семинаре Соруса, ой, какая красивая Европа. Вы спросите, на кой крови она выстроена? Полмира ограблено и убито. И вспомните этих людей, которым отрезали в 20 веке руки за плохую работу. Это, между прочим, бельгийский король, столица Советского... Брюссель. Да, красавец город, понимаете? А то, что он построен на крови, вот этой вот, никто не замечает, да? Так вот, я о чем говорю. Валерий, вернемся к вот этому разделу. Когда был раздел, и Черчилль написал, что он отдает Румынию взамен Греции, да? Заметь, это не Сталин написал. А Черчилль. А Черчилль. А Трансильванию Сталин дал, между прочим. Венгры тогда держали, так сказать, сторону Германии до конца, а румыны вовремя переметнулись. Сталин сказал, вертайте, вертайте Бессарабию взят, а мы вам за это подсластим пилюлю. Ну, я думаю, что за Бессарабию там вопрос бы не получил. Нет, слушай сюда. Там было очень четко. Я знаю переговоры Епишева, все эти вещи. Тут история четкая. Значит, Сталин забирает назад Бессарабию, а у венгров, вот за то, что они там до конца с немцами были, забирает Трансильванию и присоединяет к Румынии. Вот как было после Второй мировой. Тут ни при чем, мол, это Риббентроп, это Черчилль, Сталин. И в Румынии почему-то все забыли, что Трансильванию-то у них забрали, забрал не Сталин. Тихо, тихо, тихо. А Тасике и венгры этого не забыли. И как только Бухарест начинает пуршить тут у нас в Молдове, тут же там, ребята, вы посмотрите последние события. Поэтому я говорю, предупреждаю этих придурков, экстремистов и националистов из Румынии, что, ребята, у вас есть Трансильвания. Чем больше будете в огороде у брата, у соседа спичками играться, тем больше шанс, что спалите собственный дом. Я с тобой абсолютно прав, что нельзя это делать. Но, понимаешь, дело в том, что там молодежь, которая ездит из Румынии. Я хорошо знаю Румыну, у меня там есть родственники, друзья. Я очень люблю эту страну, она очень красивая. И Румыны очень хорошие люди. Однажды я пошутил, я однажды одного россиянина, мы вместе там были в поездке, он мне сказал, слушай, да они еще больше славяне, чем мы. Они открытые, гостеприимные. Нет, слушай сюда, если говорим мы о Румынии... Подожди, Валера, что правильно меня поняли. Румыны, как люди, я же политиканов имею в виду, экстремент. Это отличные мужики. Я сколько раз в Румынии, я за храссорок был. Нормальные румыны, особенно наши молдаване. Дело в том, что у них это как бы в крови. Ничем они не лучше, не лучше нас. Нормальные. А политики? Да. Они считают, я о другом говорю, я говорю, что они, да, действительно, мечтают об этом, и считают, что это большая страна, она была когда великой, и что это помэн-троманец. Но, понимаешь, между хочу и могу есть большая разница. И очень многие люди наивные, которые могут даже приехать сюда... Поддержай, Валерий, у нас время. Да, да. Многие люди, которые наивны, они проедут, может, с каким-то искренним горением души и желанием. Человеку нельзя запретить... А никто не запрещает. Мечтать об этом. Дурь делать нельзя. Вопрос в другом. Нельзя становиться игрушкой в руках грязных людей, которые толкают нас на... И особенно наших доморощенных политиков, местных политиканов, которые, чтобы немножко получить голоса унионистов, готовы вот позволять весь этот бред, чтобы творился в нашей стране. Как говорят, говорят, иногда бывает, благими намерения выслана дорога в ад. С Библии начали, Библии закончились. Большое спасибо. У нас в гостях был Валерий Демидецкий, человек бывалый, человек, видавший виды. И мы вроде сошлись на том, что переделывать границы Европы после Второй мировой войны это большая опасность для стабильности самой Европы. И опасность не только для тех стран, на кого направлено вот это острие переделывания, а и на те страны, которые имеют таких политиканов и экстремистов, и такие реваншинские круги, которые это все затеивают. Итак, еще раз вспомним Библию. Когда Господь хочет наказать кого-либо, он лишает его разума. А народная мудрость гласит, не рой другому яму, ибо сам сломаешь в ней шею. Да здравствует народная мудрость. Народ всегда мудер, народ всегда прав. И люди, всех этих стран, о которых мы сейчас говорили, простой люд, хочет мира, хочет работы, хочет светлого будущего для своих людей. И общая национальная идея у всех одна – суверенное развитие и защита своего суверенитета, свои чести и достоинства. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова